Мы благодарим вас за то, что вы пришли в такие трагические для наших странных дни. И прежде чем начинать наш сегодняшний вечер, я думаю, что мы почтим минутой молчания память всех погибших в мордовстве. Спасибо большое за это. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . . Спасибо. . 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 Пирогов. ь. Теперь. Лежу. Я на диване. Ушами весело машу. Разирит рам draftативной, Вояле. А я стихи для вас помешал На газовой горелке И без печали И светла небесно урожаться В углу снегулочка спала чреватая Младенца Он раздевался и снимал Все то, что спать не жало Во сне туманность обнимал Которая дышала И клянся матерью своей Растает воедино И красным капало следей Испанского жаслина А пред над дворами лета На кранку свет Я сейчас буду некоторые слова забывать Но как вы догадываетесь Со временем это все легче и легче удается Собака и артист Собака бегала Она по городскому саду Цветочки нюхала Она и пела И сиренаду Ее увидел господин В цилиндре и во фраке Бродил по саду Он один И тосковал в обораке А вы мне подсказывайте Он знаменитый был артист Играл он на гид-гитаре И был художественный свист в его Играл он на гид-гитаре Но дома скучно Одному съедать свои котлетки И одному свистеть во тьме Начали на кушетке Она одна Я один Зажали три шпикачки Подумал этот господин И свистнул он собачке Он дома закатил обед И похожий на пирушку Он постелил собачке бред И подарил Ну вот, люди прагматично сразу говорят подушку Старушку Ну, а вообще-то в оригинале игрушку Это, как и сказали, игрушку Ну, вот как-то народный арксист Куравлёв сказал Чекушку А писатель Арканов Подружку Он дома закатил обед Похоже на пирушку Он постелил собачке бред И подарил пирушку Ну, вот что кому Собака счастлива была Дружить с таким артистом Она улов Его спала С художественным списком Вот я не устаю это отмечать Детская аудитория замечательная тем Что проходит пять лет И новые нарастают Требует проёжика Паррощик каминовый Паррощик осиновый Нам именили к щетку В шляпке полива Шоп ёжик резиновый С тылочкой в правом боку Были бы ёжик без зотика Катошки кашляла И пара галош Божьей коровки В цветочной головке Ласково клавился ёж Здравствуйте, ёлки На что вам и колки Разве мы ломки вокруг? Как вам не стыдно Это обильно Когда ощутился друг Это лучистое полога Чистое нам Именили к щетку Ёжик резиновый Шёлтый наслистого Тылочки в правом боку Милая птица Извольте спуститься Вы потеряли пирог На красной аллее Где плённый аллею Ждёт вас на водках В бюро Нету тут чистое Облако чистое А не ленили к щетку Ёжик резиновый Шёлтый наслистого Дырочки в правом боку Милая птица Много дороже прошёл Этот ёжик А что подарил он дружку Об этом вон в ванне Наслистого в ванне Дырочки в правом боку Дырочки в правом боку Дырочки в правом боку Я детей частенько спрашиваю, чтобы они запоминали своих героев Ну вот, ребята, ну кто же сочинил про ежика? Ну они молчат и говорят, ну я подсказываю, юно. И одна девочка говорит, Моцарт. Глубокий смысл. 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 На родынке, на полянке это было, На стоянке душу ветром пробирала, На родынке, на полянке тихо музыка играла. КОНЕЦ Собака бывает кусачей, Только от жизни собачьей, Только от жизни собачьей, Собака бывает кусачей. Собака бывает кусачей, Только от жизни собачьей, Только от жизни собачьей, Собака бывает кусачей. Собака хватает зубами закатку, Собака съедает гражданку лошадку, И снег за ней, когда так проживает Собака, И в лодке, когда он ее срывает в желудке. Каждому ясно, что это собака, Круглая сирота, Никто не хватает зубами закатку, Никто не скатает гражданку лошадку, И снег за ней, когда так проживает Собака, Есть бутка и миска, Ошейник, кутина и желудки сосиска, И каждому ясно, что это собака, Не круглая сирота. Собака бывает кусачей, Только от жизни собачьей, Только от жизни собачьей, Собака бывает кусачьей. Собака несчастая, очень опасная, Ведь ей не везет в этой жизни ужасно, Ужасно, какие нельзя, Поэтому она, Поэтому злая она, как собака. Каждому ясно, что это собака, Всех без разбора грызет, Прекрасно собака, сидящая в лодке, У нее расцветает у душей из лодки. В желудки так, в желудки играет кормет, Но шутки с брагичей, Собака вестопной, Опасная, особенно полная, чуть темная, Вот самый собачьей, вот самый огромный, Огромный собачьей секрет. Собака бывает кусачьей, Только от жизни собачьей, Только от жизни собачьей, Только от жизни собачьей, Только от жизни собачьей, Собака бывает кусачьей, АПЛОДИСМЕНТЫ Объяснение в любви Мой друг, мой безумный Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мой друг, мой безумный Мой снег голубок Мой друг, мой безумный Мой друг, мой безумный Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мой друг, мой безумный Он хочет холодного пива Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Жизнь прекрасна, страшновато умирать Что ты, Юра, не хочу тебе врать И ушел, напевая, все до то И насвистывая пороги и бес Так теперь не улыбается никто Это был особый случай, дар небес Гляжу, как безумный на черную шаль Никто уже так не напишет, а жаль Что нет ни безумца, ни шали Кому они оба мешали? Писатели текстов не пишут стихов А пишут вот именно тексты стихов Химичат стихийную тексты Стихийники общего места Не хуже мы греков, что подняли крик И древние на новые сменили язык Поскольку им жутко мешали Шедевры, что их украшали Теперь новогречески пишут хоть веш Как был этот мир древнегреческий свеж Какие там страсти дышали Кому эти страсти дышали? О чем говорит новостей винегрет Что все новогреки, а ты древнегрек Твои отловились конечности Но возраст прекрасен для личности Когда вышли воспоминания Надежды Яковлевны Соответственно арестовали Потому что не было у нее родственников И власти не хотели, чтобы она была одинока Поэтому ее арестовали И выдали только на отпевание Когда ее похоронили И она уже попала в вечность Стали писать мемуары И в этих мемуарах Замечательно наблюдательные люди Сообщали нам такие интересные вещи Как то, что с их точки зрения У Надежды Яковлевны были ножки кривоваты Надежда Мандельштам была не злой старухой Обгадившей цветы литературных клумб Она на этот мир глядела не под мухой И знала меру зла, как волны знал Колумб Вернись она в Москву безмолвную золою Тогда бы, тогда бы она была добрей В мозгах кривитников, где ее считавших злою За правды горький вкус За то, что нос еврей Когда бы в гроб сошли не кости Мандельштама Когда бы в гроб сойти полезия могла Кого бы греб, вопрос, насколько эта дама Приятственно добра или счастье зла Победа доброты над этой злой женою Однажды ворвалась и хлынула из труп Когда друзья людей, чтобы ей не быть одною Явились и ее арестовали труп На отпевании в храм, отпущенная с Богом Она лежала там в блаженстве неземном Светясь резьбой лица Прощений каталогом А некто видел злость В лице ее резном Залидая судьбе В такой крутой обложке Доставшейся не тем Кто вписан в трафарет Не тем, кто углядел Что клевоваты ножки У девочки, любимой которого поэт Про ландыш и стаканы Практически про памятник Я не взяла сапу Я не поделила Я не надеялась на то, что зал будет хорош Понять же про мемары Очень интересно Они ведь любят, как едят Кругом объедки и огрызки отлюбленных В спечать летят романы, дневники и записки Огрызки и объедки мстят И ледокам и кулинарам Чеславу в свой черед едят Сваргали в солск мемуаром И этой кухне знатоки Летят на блюдище такое На мемуарное жаркое На те животные белки На запах мяса и костей стократно съеденных Живые, наевшись этих новостей Еще и платят чаевые Кабак распахнут, как дыра Потомки проедают предков Идут обрызки на ура И планы творческих объедков Общеизвестный факт, что Когда давали имен Нобеля Только Толстому ее не дали А дали поэту-блюдому Ну, себестоимость которого известна Сексуалин называется Главная халва Чтобы в Нобелевской премии добиться Не надо становиться Львом Толстым Который был в политике тупица И дух ее не почитал святым Была ему та премия желанна Но у него не тот был инструмент Не те фанаты связи Чувство плана Диктующего, как ловить момент С тех пор вполне решили справедливо Что Нобелевка главная халва Ее дают по воле коллектива Который выбрал не Толстого Льва Не выбрал, то есть, даже Льва Толстого Имеет право на большой секрет Для маленькой компании Густого тумана Карта битая Ваши дни АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПАСЛОДИСМЕНТЫ Морец эта юна, их созвездия близнецы, Там и клавишная струнна, там поэзия и венцы, Там с небесных полотенец орошает жизнь и куст, Если гений, то младенец, а не деятель искусств. Умладелась разговорец, есть на фейском языке, Где ты юна, где ты морец, здесь я в этой вот строке. Прочитательное стихотворение прочитано. Производство впечатлений. Производство впечатлений, распасовка, упаковка и размыска впечатлений в массы, Банки и сберкассы принимают впечатления на сберкнижке впечатлений, Там проценты впечатлений, накопления впечатлений, капиталы впечатлений, Мелкий бизнес впечатлений и магнаты впечатлений, Тратят деньги впечатлений на товары впечатлений. В ресторане впечатлений, разблюдовка впечатлений, Там салаты впечатлений, И маслины впечатлений, осетрина впечатлений, И бульоны впечатлений, и бельштексы впечатлений, Кремы сливки впечатлений, борщи свежих впечатлений, и жаркое из тушеных, из сушеных впечатлений, из японских, итальянских, и китайских, и французских, из корейских, и еврейских, из индийских, и грузинских, в общем, русских впечатлений. Деятельность никакая невозможна без подъема, производство впечатлений, произвел, не произвел впечатление, никакое. Побеждает впечатление страшной силой. Победитель получает все и тратит на искусство впечатлений, и на уху впечатлений, на ракеты впечатлений, и на бомбы впечатлений, на расцвет и безопасность беспилотных впечатлений, на запчасти впечатлений, на господство впечатлений, чтобы смерть и впечатлений избежать и обрести невесомость впечатлений вечной жизни по дороге на космически другую остановку, если солнце выше земных впечатлений. Для особых впечатлений иногда необходимы фраг и смокинг впечатлений. У меня на этот случай клешный образ впечатлений, в клешных волнах впечатлений, в клешных ритмах впечатлений. Клешный значит колокольник. Я хотела бы вам прочесть одну стихотворение, нелегкое для чтения, но очень красивое. Оно называется «Ангел Божий, Ангел Белый». Она напечатана в стихотворении, она напечатана в книге «Лицо». Это молитва. Вначале она напечаталась в предисловии о том, как Севантис попал в плен, бежал оттуда много раз. И за него требовали большой выкуп. И в конце концов его уважали за эти бесконечные побеги, даже те, кто держал его в плену. Но это предисловие было написано, потому что стихотворение никак не могло пройти цензуру. Многие стихи, которые не могли пройти цензуру, приходилось чем-нибудь прикрывать. Но вот, например, уже в книге «Лицо» я смогла напечатать все это стихотворение, как положено. В принципе, это стихотворение «Марина». Ангел Божий, Ангел Белый, Ангел дымчатый, сквозной, Что со мною ты не делай, все же сладок путь земной. У действительности клещи, у действительности плеть, Отвратительные вещи мне приходится терпеть. Все же лезу вон из кожи, чтоб не рухнуть в мир иной. Ангел Белый, Ангел Божий, Ангел дымчатый, сквозной, Нет числа моим с проданьем, испытанием, нет числа. Сколько душу мы не раним, жизнь и радость ей мила. Вынесть можно только с верой эту стужу, этот зной. Ангел Божий, Ангел Белый, Ангел дымчатый, сквозной, Твоя воля, звончи крови, в черный час и в светлый час Оборвать на полусловие можешь каждого из нас. Укрепи мне душу, тело, откровенья не верну. Ангел Божий, Ангел Белый, не приснившийся в плену. Вот спросит прочесть еще одно стихотворение, которое я вынула из того набора. Ну, вот как-нибудь пригласить, я прочту. Я не все принесла, зато я принесла такие новые стихи, которых не было в политиклиническом, но очень много. Очень много нового принесла. Я прочту только еще два стихотворения, потому что уже поздно. Если у вас есть вопросы, я отвечу, Сережа Плут. Мои прекрасные морщины, селые волосы вот эти, Такие любят их мужчины, такие женщины и дети. Мои мешочки под глазами, судьбы неслабые примочки, Очков чуждесное сползание, когда пишу я эти строчки. Мой нос, мой сираной данты, в стране лица, в стране столетий. Такие любят их таланты, красавцы, юноши и дети. Мозгами надо повредиться, таких любовников бросая, А то могла бы вновь родиться, скакать под дождиком на своем. В серебряном столбе рождественского снега Отправимся к себе на поиски ночлега. Носком одной ноги толкнем другую в пятку И снимем сапоги, не повредив заплатку. В кофейнике шурша гадательный напиток Напомнит, что душа не мера, а избыток, И что талант не смесь всего, что любят люди, А худшее, что есть, но лучшее, что будет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда они были такие, как я, Я в воде и ночью на поле катался, И дедушка стал бы на снеге, И рассказал бы. Идем вам подсказывать, что песня «Когда мы были молоды» была написана в 27 лет назад. Стихи были написаны «Когда мы были молоды» в 27 лет, а вторая часть была написана тоже рано в 37 лет. Но чувство, что молодость прошла, оно существовало, потому что там в паре извещут, потому что в 27-37 уже погибали. Совсем недавно мы были в США, и вот в Чикаго на концерте я начал эту песню, она начинается словами «Хорошо быть молодым». И такая дама в первом ряду сидит и говорит, «Конечно, хорошо, кто будет спорить?» «Хорошо быть молодым» «За любовь к себе сражаться, Перед зеркалом сири независимо держаться. Хорошо всего хотеть брать свое ее кратко, Гордо, гнило и шли ски, Гордо славится в полах, То это затевать, порваясь тем этим, Вечно повод подавать, Раздва, жаль и встретив, Когда мы были молодые, Когда мы были молодые, И чушь прекрасную, Если фонтаны белые голубые, И лодзи красные росли, Когда мы были молодые, И чушь прекрасную мысль. Хорошо ходить по нем, Глаз держать над полным залом, Не дрожать над каждым днем, Буду же этого навалом. Хорошо быть молодым, Просто лучше не бывает спирт, Бессонница еды, Все ведь не плевать, А шью я тела, Захаряет из туплетки воды кончено, Час, лэээ, музыкальное вступление, Когда мы были молодые, Когда мы были молодые, И чушь прекрасную мысль. И чушь прекрасную мысль, И чушь прекрасную мысль. Но пронзительный мотив начинается, Внимание спят друг друга, Обхватив молодые, Как в Герлане, И в невежестве своем, Молодые человек, Ему мула берега, О серебряных лугах, Где седые человеки, Спрятаться вдвоем, Один пустот на реку, Хорошо быть молодым, Просто лучше не плевать. Когда мы были молодые, Когда мы были молодые, И чушь прекрасную мысль, И чушь прекрасную мысль. Когда мы были молодые, И чушь прекрасную мысль. Я вижу, вам тоже хочется. Когда мы были молодые, Когда мы были молодые, И чушь прекрасную мысль. Когда мы были молодые, И чушь прекрасную мысль. Когда мы были молодые, И чушь прекрасную мысль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Я не ожидала, что будет такой хороший зал. Я приготовила всё самое интересное для Серёжи специально, потому что мы не виделись вот несколько месяцев. Я хотела, чтобы он услышал это новое. Что-то из того, что он знал, что я читала на вечере в политехническом. Я не читала, потому что я не знала, что зал будет такой хороший. Я вообще очень редко выступаю. И в основном тогда, когда там Серёжа куда-нибудь меня вытащит. Потому что я в основном пишу, рисую, а выступаю редко. Но иногда бывает это замечательно. Сегодня был замечательный зал. Спасибо. 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 Спасибо.